Илья Рудольф – 17-летний спортсмен. Старший сын многодетной семьи. В конце 2017-го на соревнованиях по самбо мальчик получил тяжелейшую травму позвоночника. Илья прошел немало обследований и курсов лечения. На это семья потратила все финансовые ресурсы. А впереди еще минимум три года реабилитации. Мы с октября месяца открыли денежный сбор на реабилитацию Илье. Вот в течение девяти месяцев мы собрали полмиллиона. Но это на два месяца, это ни о чем, это капли в океане. Екатерина Дербенева – молодая журналистка. Душа компании всегда в центре событий. Летом 2018-го после рождения ребенка у нее случился обширный инсульт. Сейчас Екатерине нужно продолжать дорогостоящий курс реабилитации. Длительное время, около 15 лет, я работал в таком режиме, что я всегда всем помогал. Я до сих пор, честно говоря, себя немного некомфортно чувствую в том, что пристальное внимание к нашей семье, к нашей проблеме. Проблемой нашей весь город занимается и область. Это, естественно, огромная поддержка на самом деле. В поддержку молодой мамы и 17-летнего спортсмена проходит благотворительный концерт. Средства от продажи билетов пойдут на их реабилитацию. На сцене Нина Веденина Мейерсон, которой не нужно рассказывать, что значит учиться заново жить. Шесть лет назад девушка попала в автокатастрофу и лишилась возможности ходить, но не сдалась. Она продолжает выступать, писать музыку и преподавать вокал. Вот я сегодня поймала себя на мысли, что так, как сегодня, я еще никогда не хотела выйти на сцену. Это правда, потому что мне есть, что сказать, есть, что поведать. И самое главное, я знаю, как это важно тем людям, кому мы это делаем. Было непросто. Но когда ты точно понимаешь, что ты делаешь и для чего ты это делаешь, а еще, когда ты понимаешь, для кого ты это делаешь, все эти моменты, они все равно уходят на задний план. Композицию «Люди-птицы» Нина Веденина Мейерсон исполняет для тех, кому сейчас нужна помощь. Не остались в стороне региональной власти в зале губернатор Дмитрий Азаров. Он сообщил, что помощь будет оказана на уровне региона. Это мы берем на себя, на уровне регионального правительства. Министр здравоохранения уже занимается оформлением всех необходимых документов. Мы это обязательно сделаем. Но очень надеюсь, что ваше внимание к этим людям, оно, конечно, будет продолжаться. Не только сегодня, но и за пределами этого замечательного зала. В скором времени Екатерина и Илья пройдут курсы реабилитации в Москве. Дарья Зотова, Кира Исмаилова, Сергей Богатюк, Андрей Костомаха. Новости губернии Тольятти.